Президент Зеленский решил больше нас не жалеть, понял, что мы взрослые. Я серьезно так считаю, серьезно, не шучу сейчас. Зеленский заявил в интервью, которое вышло сегодня, что Украина не сможет выиграть без помощи США. Он об этом заявил в интервью CBC News. У него спросили, проиграет ли Украина без помощи США. Он сказал, это правда, мы проигрываем. Не за один день, конечно, мы потеряем какие-то наши территории. Для нас это будет большим вызовом, как потом все это возвращать. Для нас это большие жертвы. Возвращать территорию – это терять людей. Люди, если честно, важнее. Но мы знаем, что Путин хочет полностью нас разрушить. Все его месседжи, его там, между Путина, говорят о том, что он уже не признает Украину, украинцев не признает, что мы существуем. Для него мы сателлит Российской Федерации. Сейчас мы, потом Казахстан, потом страны Балтии, потом Польша, потом Германия, минимум половина Германии. Он вернется, он не простит им те 80-е, потом 90-е годы. Не надо менять его мнение, надо менять его, заменять его. Сказал нам Зеленский. То есть президент Зеленский говорит, да, без американской помощи мы проиграем постепенно, медленно, но проиграем войну россиян. И одновременно он предрекает в этом же самом интервью, что Россия в мае-июне готовит новое наступление. Украинские военные пока не готовы защищаться от другого крупного российского наступления, которое ожидается в ближайшие месяцы. В то же время сам Зеленский на видео не говорит, что украинская армия не готова против... А, это уже комментарий, извините, это, конечно, комментарий CBS, это не Зеленского, простите, слова. Сам Зеленский говорит, что сегодня ситуация на Востоке стабилизирована, насколько возможно, несмотря на факт дефицита соответствующего оружия, амуниции, несмотря на то, что мы начинаем готовить бригады к соответствующим важным для нас действиям, мы стабилизировали ситуацию. Она лучше той, которая была 2-3 месяца назад. Мы всей информацией делимся с нашими партнерами, говорим, что Россия готовит контрнаступательные действия, конец мая и месяц июня. Нам нужно сейчас помнить, чтобы готовить соответствующие бригады. Ну, не буду остальное все рассказывать. В общем, в чем суть месседжей Зеленского-то? Он говорит о том, что без американской военной помощи, да, мы проигрываем войну. Проигрываем не значит завтра, не так все, да? Метр за метр, километр за километром. Вот у нас не было американской военной помощи эти 3 месяца. За эти 3 месяца, с начала года, Россия захватила 500 квадратных километров. Это 1 200 территория Украины. 1 200 часть. Но захватила же, то есть медленно, еще 1199 лет, и захватит так всю Украину, россияне. Потому что у нас нет американского оружия. Это признает Байден, что это из-за того, что у нас нет американского оружия. И вот мне кажется, Зеленский сейчас этим заявлен, говорит, а почему раньше так не говорил Зеленский? Потому что мы были не готовы это услышать. Мне кажется, сейчас просто всего, что с нами произошло, после всех этих бесконечных ночных обстрелов, мы все все поняли. Вот все, кто остался в Украине, все все поняли. Или все, кто остался с Украины, я просто. Поняли, что это война до конца, до последнего россиянина. Что эта война никогда не закончится сама по себе. Что вот выходит Соловьев, выходит там этот их депутат, и говорит, нет-нет, уничтожает. Сантиметр за сантиметр, километр за километром. Каждого. Выходит Медведев, говорит, убьем каждого. Это сказал Медведев. И так далее, и так далее, и так далее. И поэтому Зеленский сегодня готов тоже так сказать, что смотрите, либо они нас всех уничтожат, либо дайте нам оружие. Ну, а по сути, конечно, месседж Зеленского вот этот направлен не к нам, а к американцам. К тому, чтобы они на ближайшие заседания Конгресса проголосовали за военную помощь Украине. Я надеюсь лично, что так и будет. Что 9-10 апреля максимум в этот пакет будет проголосован. Но есть шанс, что трампистам вот этим в Конгрессе удастся скинуть Майка Джонсона или как-то наоборот запугать самого Майка Джонсона, чтобы он не выдвигал этот самый законопроект. Все еще может быть по-разному. Но когда такие люди в Харькове есть, что ж теперь делать, сдаваться, что ли? Будем воевать тем, что есть. Мне так кажется, получается так. Как сказал Зеленский, кстати говоря, это последний его аргумент для американцев, что вы поймите, что 80% денег, которые выделяет Америка для Украины, остаются в Америке. А что-то американцы производят это оружие, получают это в виде заработных плат, и так далее, и так далее. То есть это не денежный подарок Украине. Так что держим пальцы за американских конгрессменов, за то, чтобы у них получилось, а значит и у нас получилось, получить это оружие и оказать достойность и сопротивление россиянам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok